Наша съемочная группа отслеживает ход работы шестой консультативной встречи глав государств Центральной Азии. На прямую связь с нашей студией выходит мой коллега Шумистан Мамедов. Шумистан, здравствуй, какова повестка мероприятий, что известно на этот час? Здравствуйте, коллеги, да, я вас приветствую из Казахстана. Сегодня в Астане проходит шестая по счету консультативная встреча глав государств Центральной Азии и президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в качестве почетного гостя. Повестка весьма обширная и не случайно то, что азербайджанский лидер каждый год практически приглашается на эту встречу. Одним из приоритетов внешней политики Азербайджана является расширение связи с географически близкими государствами и речь идет в том числе и о странах Центральной Азии. Действительно, Азербайджан со странами Центральной Азии связывает очень многое и стороны страны развивает сотрудничество не только в двусторонних отношениях, в формате двусторонних отношений, но также в формате сотрудничества в рамках международных организаций. Это организация тюркских государств, организация исламского сотрудничества, ШОС, а также в формате СНГ. И действительно, отношения развиваются практически во всех сферах. И я напомню, я приведу статистику. Так, если говорить об экономических показателях, то торговый оборот между Азербайджаном и странами Центральной Азии в 2023 году, в прошлом году, превысил 1,4 млрд долларов США. И это действительно рос по сравнению с прошлыми годами, и стороны намерены укреплять эту кооперацию. Помимо этого, также хочу напомнить о том, что в последние годы президент Азербайджана все чаще стал совершать государственные рабочие официальные визиты в страны Центральной Азии. Так, в общей сложности, за два года президент Азербайджана посетил этот регион 16 раз, а главы государств Центральной Азии побывали в общей сложности за последние два года в Азербайджане, побывали 15 раз. И они также посещали освобожденные от армянской оккупации территории Азербайджана. И тут стоит напомнить о том, что эти страны, три из пяти стран Центральной Азии уже принимают активное участие в восстановительных работах Карабахи. Речь идет о строительствах школ, а также о центрах детского творчества. Такие школы были построены в Пизуле, и был заложен фундамент школы в Агдаме. И Азербайджан всегда приветствует тот интерес, который проявляется к сотрудничеству, к реализации проектов в освобожденном Карабахе. Помимо этого, конечно же, сегодня в центре внимания вопросы развития сотрудничества в сфере транспорта и логистики. И это не случайно, и Азербайджан в этом играет огромную роль. Я напомню, что Азербайджан обладает действительно очень удачным географическим расположением и транзитными возможностями страны пользуются очень многие государства. И речь идет в том числе о реализации таких проектов, как «Средний коридор», который позволяет осуществлять грузоперевозки из Китая в Казахстан, затем в Азербайджан, из Азербайджана в Грузию, Турцию, а затем в Европу. Таким образом, и сегодня тоже мы видим, что многие страны проявляют интерес к развитию сотрудничества с Азербайджаном именно в этой сфере. И Азербайджан всегда, Баку всегда говорил о том, что готов предоставить всю необходимую транспортную инфраструктуру для осуществления этих грузоперевозок. Была также расширена пропускная способность железной дороги Баку-Твилиси-Каз. Вчера вечером здесь, в Астане, в самом крупном театре Центральной Азии, Астана-Опера, состоялся галоконцерт под названием «Вечер дружбы», который отошистлял, отражал вот эти дружеские связи между странами Центральной Азии, а также Азербайджаном, и за концертом наблюдали главы государств. Можно сказать, что также страны региона и Азербайджан создали некий формат военного сотрудничества, и, к примеру, в этом году в Казахстане, в городе Актау прошли военные учения с участием военнослужащих из Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, а также других стран. И действительно, это говорит о том, что в регионе, в этом регионе складывается вот такой новый формат взаимодействия. Я напомню, что Азербайджан и страны Центральной Азии также связывают общий язык, можно сказать, потому что четыре из пяти стран Центральной Азии относятся к тюркоязычным государствам, к тюркоязычной группе, и это тоже сближает эти страны. Я напомню, что стороны активно сотрудничают и в рамках организации тюркских государств. На этом у нас все, более подробно об этом мероприятии мы уже расскажем в следующих эфирах, коллеги. Ну что ж, ждем подробностей. Большое спасибо. Шамистан Мамедов подключался к нам из Казахстана.